Приветик, мои дорогие! Хотела вам показать настоящий традиционный американский салон, который находится в городочке в индейских резервациях, городок называется Хачтаун. А здесь живут индейцы Хачтаун. И здесь центр туристического притяжения. Вот здесь ездят автобусы, которые возят людей туда-сюда. Все здесь как бы именно связано с этими индейскими резервациями. Но здесь также есть классное озеро Beaver Bend, с бобрами связанное. И вот такой вот салон. Сейчас мы пойдем, я вам покажу. Для меня, честно говоря, само это новшество. Я тут еще не была. Здесь есть магазинчик, где продают подарки, сувениры. Видите, как выглядят типичные американцы. Цены в салоне тоже посмотрим сейчас. И тут видите какие-то даже, по идее, должна быть мельница, что-то вода не бежит. Я так думала, они и воду запустят. Сейчас покажу вам снаружи, как это выглядит. Ну, народ сюда едет потоком. Это где меня дача тут рядышком. Потому что здесь вот эти вот горы, лес. Вот так называется Чоктаун. Вот видите, в самом низу углеводописи. Чоктаун. И перья. Это их символ, этих индейцев. Знаете, я не удивлюсь, если здесь есть и казино. Потому что у индейцев, у них большое... Большие по налогам всякие разные преференции именно для казино. И поэтому они часто держат казино. И не платят никаких налогов за это. Посмотрите, как живут обычные американцы. Ездят на убитых старых машинах. Это что за такое апокалипсис? Я не знаю, как общение, что вручную сделано мужчиной. Что-нибудь интересно. Киа. Китайских нет машин вообще на рынке. Не пускают. Вот это моя красотка стоит. Ну что, посмотрим, зайдем в салон. Лошадь. Дочка такая. Какая-то бричка. Смотрите. Обычно вообще все их ресторанчики, бары. Они очень непритязательные. Ничего из себя не представляют. Даже интереса никакого нет. Вон эти байкеры американские. С бородой. Вылезли. Это вот типичные представители местной флоры и фауны. Вон они. Вот оттеклы. Зайдем в магазинчик. Сначала сувениры посмотрим. Как жарко на улице. Это просто ужас. Всякие чашки. Закрутки. Что тут из еды нам предлагают. Вот такое я купила, кстати. Маринованная свекла. Вот видите, без нахать читала на плохом. Битпикок. Это свекла, закатанная в баночки. Я купила себе мариня из черники. Черники, голубики. Не знаю, есть он у них или нет. Саусы всякое разное. Пиндж-паттер. Вот это джем. Персиковый. Но то, что я... Амутстрабери есть. Но я купила голубику. Которую я не нахожу здесь. А может быть вот это. Берес прятать. Но мне голубичный был. Очень кустый понравился. Мне это брал табрикосовый. Уже брала на заправке. Захала на заправке. Хочу найти цену банки. И на заправке было по 10 долларов здесь. 8,25. 8,95 банка. Для водения. Такие корзиночки. Семиниры. Чашки. Вот. Хачатаун. Кружечки. Много туристов приезжает, потому что природа здесь красивая. на этом горах, как я не скажу. Но то, что все это сделано в Китае, даже можно и не сомневаться. Здесь еще такая шкура. Вот теперь это степень. Здесь еще. Солюэя шкура степень. Это разговаривает местная радиостанция. Вы слышите голос. 42 доллара. Красно. Акцент по-хумовски. Сумочка 35 долларов. Потому что нанесен этот рисунок. И то, что это все сделано в Китае, даже можно и не сомневаться. Все, что здесь есть, все сувенирные эти вещи. Сейчас мы даже проверим. Хотя тут 100% катон. Это плюс. Где-то сделано. Секрет. Я с Магом написали даже здесь сделано. Хотя должны по ней писать. Вот это камушки на мурак. У них такие. Можно купить. Я как-то ездила в Гранд Каньон. Там много-много разных. Хай. Много камушков разных продают. Какие-то бусы. Что это такое? А, это магниты. Такие прикольные. А у меня сын любит магниты. Так, ну что, пойдемте в салон зайдем. На улице жара под 40. Душно-влажно. Духота. А почему душно-влажно? Потому что дожди шли всю неделю. Гляньте, какой эпический вход. Сподкованный. Ну вот. Как положено сегодня. Двери такие. Я уже поела. В предыдущем ростане. Как я вам чисто показать. Так. Ну, народ. Типичные американцы. Китайцы. Сейчас пойдем на патио сходим. Посмотрим, что там. Очень отличный салон. И сидит куча американка на входе официантов. Представляете себе в России таких-таких официантов. В общем, бабы вообще не заморачиваются тут. Абсолютно. Давайте посмотрим, что это качтанку. Так. Это выход на улицу. Здесь у них, наверное, танцы. Причем, надо полагать, какие-то футбольские танцы. Гляньте, тут прямо музыка. Походу, эстрада. Пойдемся. Короче, тут у них, короче, ранды, дадим. Дадим. Ну вот, уходи танцевать. А что, они танцуют? Наверное, я бы не удивилась, если они танцуют какие-нибудь кавбойские танцы. Сейчас посмотрим. И кавбонит, наверное, рано еще. Да, крепеньку мои прораные эстрады у них там. Необыкак. Тоже, походу, местное притяжение. Качи-таун-салон. А вон этот бигфут. Если вы мои видео увидели про дачу, я рассказывала про бигфута. Это снежный человек, но он, правда, коричневый у них. Вот. Тут, наверное, натурально продвигающий какой-то ручей, что создает прохладу. Они очень умно построили эту всю беседку вокруг ручья. Так. Это, видно, спонсоры вечеринки. Реклама всякая. Салон. Да, тут, походу, танцы, ребята, по полной программе. И я бы не удивилась, если кавбойские танцы тут протекают. Сейчас я мужика спрошу вас, сколько все веселье начинается. Может, как-то приеду вечером и сниму, показать вам, как кавбои танцуют. Если они танцуют кавбойский степ, это кавбойские танцы специальные, это будет эпично посмотреть. Я сомневаюсь, что у них тут дискотека, знаете, стиле нашей дискотеки. Это навряд ли. Но то, что у них тут техника, живая музыка, по полной программе, по вечерам, это однозначно. Родео. В общем, тут народ по вечерам сидит. Вон там еще на улице скамейки есть. Видимо, народ тут по полной программе отдыхает. Там такие эпичные американки мы наблюдаем. Вон там еще на улице скамейки. И люди танцуют, как кавбой, как степь, как обычно? Все, все. И ты должен сделать резервы? Нет, мы получили лошадки. Вы получили лошадки в конкурсе, или вы получили лошадь. Какие лошадки? 25, и 80 для ВИП. Я предлагаю вам лошадку в лошадке, чтобы вы послали в лошадку. Если вы купили, то вы не можете купить. О, что вы получили лошадку? И много людей приезжают, но я никогда не был до конца курсов. Сколько людей приезжают? Уча и я, около 1 000. 1 000 людей? И они будут танцовать? Да. Я хочу снимать видео, чтобы показать, как калбурный стиль. Так что это будет, потому что это салон, да? Да, да. Я буду пытаться салон. Спасибо большое. Я знаю, да? Спасибо, спасибо за информацию. В общем, короче, да, будет по полной программе. Здесь калбурская гулянка ночью. Сегодня около 1 000 человек они ожидают. Ну, что здесь? У них, наверное, вода обычно стоит. Я знаю. Вчера они сказали, что будет около 1 000 человек. Билеты стоят по 25 долларов. Говорит, Вику, купи билеты заранее. Потому что будет шум коромыслом тут стоять. Не знаю, рискнули ли я ехать в средине ночи в этот целом. В 10 часов вечера по лесу, по горам. Вот. Ну, то, что... Конечно, хотелось бы такое снять, показать вам, что тут творится, как американцы отдыхают. Вот. Не знаю, рискну я или нет. С одной стороны, хочется, конечно... Давайте посмотрим цены, что почем. Три доллара. Три доллара. Пять долларов. Секс и страдбери. Коктейль. Секс и страдбери. Нет, это десерт, наверное. А не, это... Это коктейль Секс и страдбери. Это же коктейль Киллайн Пай. 108 долларов. С лодкой и со сбитым кремом. Ясно? Снеки-снек. Болден. Берджин. Этот стоит... Это по 9 долларов. Это 20 долларов. Машин. Напитки какие-то. Ростер Мексикан. Это пиво всякое разное. Блон. Какой-то. Три-риверс Блон. По 7 долларов. Эти по 9, эти по 20. Это по 3 долларов. Эти по 5 долларов. Штуки. Меню. Надо сейчас зайти на входе меню. Посмотреть, как у них выглядят ночи. Неплохое местечко. Я так понимаю, что если большую компанию приезжать, то весело будет. А из этого меню? Конечно. Кинетики. Как это? Как это? Клуб. Это меню looks so cool. Смотрите, как у них меню сделано в виде газеты старинной. И цены. Написаны. Сейчас сейчас я покажу на стол. Поставлю. Очень интересно сделано меню. В старинном таком духе. Так. Гляньте, открываешь, да? И тут написаны. Значит, мимо за 10 долларов. Какой-то боди-мэрии 16 долларов. Сэндвичи по 8 долларов. Тосты. Французские тосты. С ягодами 9,25. Обычные блинчики. Не блинчики. Какие-то за панкейки. Как называются. Оладушки. 7,25. На завтрак. Омлет. 9,95. Вестерн омлет. Салон омлет. 9,95. Омлет с овощами. 9,95. Со спинатом. Со спинатом. Со спинатом. 9,95. Два яйца. Завтрак. С колбаской. С беконом. И с колбаской. 9,95. Вот такие цены. Сейчас. Бургеры. Классический бургер. 13 долларов. Чизбургер. 15 долларов. Applewood. Бекин. Чизбургер. Бекон. Жарят на яблочных деревьях. Какие-то. В дровах. 16 долларов. Крылышки. Цыплячьи. 15 долларов. Порция. Салса. Чипсы. 7 долларов. Торбитайзеры. Так. Шеримкоктейль. 15 долларов. Супы и салаты. 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 12 долларов. Зажаренные креветки. На шпажке. 8 долларов. 8 долларов. Салаты. 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 12 долларов. Стейки. Пошли. Стейки. 25. 26 долларов. Стейки. Вот. Бургеры. 13 долларов. Ну, я челюбургер сказала. Вот. Куча пива. 16 долларов. Это. Питчер. Это. Кувшин. Или. Большой стакан. 6 долларов. Пинта. Вот. Такие. большие. Знаете. Как вот. Немцы пьют. Питчер. Это. Графиня. Это. Местные. 16. Я импортные. По 18. Бутылка. 5 долларов. Бутвайзер. Бутлайт. Курслайт. Миллерлайт. Так. Десерты. Чоколад. Брауни. Это. Шоколадные. Брауни. Они. 14 долларов. Череп. Фрайт. Пайс. Это. Вишневые. Пироги. 10 долларов. Кусочек. Финал. Кейк. 8 долларов. Чизкейк. Это. Обычный. Чизкейк. Из. Фира. Сделан. 7 долларов. Кусочек. Есть. Эти. Куки. Это. Пучинка. С шоколадными чипами. 10 долларов. И. Э. 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 10 долларов. Э. 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 сегодня у них выступать будет без каких-то станциями как может в айфоне очень вот такой газеты я считаю что это очень прикольно то есть они вот этот салон конечно распроизвели в таком историческом как бы стиле очень интересном теньки вайс вере инвестина making экскурсион for people who can come here because very cool tonight you wait wait boy is it like a rock music country country a lot of people coming to dance oh yeah yeah 700 tickets work so but any tickets still available online or no yeah yeah $20 25 they'll be here the ladies up front will be here about six o'clock and she will be selling tickets do you know are they at $20 or $25 ticket на жюри вот эти салона вот что они продают видите тоже с этим этим бикфутом и что-то тут надо select here что-то надо покупать так они какие-то дают вам монетки с вот такими с логотипами этого салона можно купить не знаю сколько стоят с логотипами это какая-то старинная машина какая где-то не нашли со стрелами и выходим на улицу эти тоже старение какой-то бусы мы постарались это единственное место наверное в России Америке которая такая действительно в интересном стиле все сделано не лишь бы как ну посмотрим я конечно вряд ли поеду в 10 вечера сегодня показывать вам как танцуют ковбои поют кантри ну может если мне сильно будет скучно а то я поеду вообще ленивая стала что навряд ли ну в общем вот такие дела вот вам салон г Продолжение следует...